Девять членов подписали. Это не одна треть общественного совета. Извините. Тихо, но вы говорите нормально. Что вы перебиваете друг друга? Плановая работа, громкие заявления и скандалы. Так прошло очередное заседание общественного совета. Мы уже говорили о том, что среди его представителей существуют разногласия. По мнению некоторых общественников, деятельность совета не дает положительных результатов. А ведь именно здесь должны защищать интересы громады и влиять на решения местной власти. В повестке дня этого собрания были вопросы, которые касаются многих горожан. На ближайшую сессию нашего Белорусского совета вынесен вопрос о продаже земельной делянки 2,29 ГА. Это, ну, все знают, да, мельница, которая. Причем, как бы тут есть несколько вопросов. Даже один такой вопрос довольно интересный, суммарный вопрос. То есть, как у нас принято говорить, идея цены. То есть, предложено рынковую вартисть, за рынковую вартисть предложено, за какая-то товариство с обмеженной витковидальностью оценило, 2,326,980 гривен. Причем, хочу заметить, что этот выставок заканчивается 28.08.2016 года. То есть, на момент сессии, которая запланована на 30 августа, этот выставок не действный. В свою очередь, Госгеокадастер оценивает этот участок в 15,982,000 гривен. И этот вопрос занял около часа обсуждений. В итоге, сошлись на мнении. Рекомендовать исполкому провести реэкспертную оценку земли и пока снять его с повестки дня сессии. Поговорили и о АКП Акерман Туринвестер. Там планируют провести проверку. После этого председатель общественного совета зачитал обращение, которое поступило от некоторых представителей громады. На состоявшемся 8 августа 2016 года собрании общественного совета большинством голосов 22 и 28 присутствующих было принято решение об отказе КП Ассорти в повышении расценок на услуги рынка. На свидании исполкома 9 августа по этому вопросу председатель общественного совета, член исполкома Горсовета Николаенко в своем докладе даже не вспомнил о состоявшемся собрании и доложил членам исполкома результаты нелегитимного собрания, состоявшегося 5 августа. Таким образом, Николаенко регенерировал решение собрания общественного совета, озвучив на исполкоме свою и своих заместителей точку зрения, чем грубо нарушил требования положения в общественном совете и регламент его работы. С целью определения степени ответственности виновных за нарушение требований положения в общественном совете и регламента его работы требуем созвать внеочередное собрание общественного совета. Как сказал Виктор Николаенко, под этим заявлением подписались 16 человек. И тут выясняется, что некоторые члены общественного совета лично ничего не подписывали. Виктор Николаенко, директор Виктор Николаенко «Проверка по протоколам номер семь и номер девять подписей членов общественного совета, которые подписали эти заявления, установлено, что семь человек не расписывались лично, а за них расписались непонятно в то, какие люди. Значит, попрошу. Галушка, Раиса Риорина. Раз, подождите, раз, он не подписывал, раз, вы подписывались? Нет, не подписывались, дальше, отмечайте, сейчас подождите, отмечайте. Затем попытался высказаться Юрий Бобков. Поднялся шум, и некоторые члены общественного совета, не скрывая эмоций, вступили в словесную перепалку. Каждый пытался защитить свою позицию. Я спрашиваю, это ваша подпись. Что за то, что вы провести внеочередное? Да не вы спрашиваете, не вы спрашиваете. Я веду собрание председателя. Я спрашиваю, что вы так можете спрашивать. Я внашу предложение собранию. Юрий Константинович, ваше предложение провести внеочередное собрание. Для кого-то это может показаться бредом. Но то, что мнение совета не учитывается практически ни на одном заседании исполкома, остается фактом. Так говорят сами же общественники. Тарифы на услуги КПСРТ подняли. На продажи выставляют землю коммунальной собственности, которая, по словам некоторых представителей громады, и так приносит немалые деньги в казну города. Прислушаются ли чиновники к мнению своих сограждан, на этот раз покажет время. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.